Здравствуйте! В этом видео мы ответим на самые популярные вопросы про банкротство и статус самозанятого. Все эти вопросы вы можете видеть на экране. Может ли самозанятый стать банкротом? Какие законодательные особенности банкротства самозанятых? Можно ли стать самозанятым после банкротства? Может ли индивидуальный предприниматель после банкротства стать самозанятым? И какие документы подтверждают снижение доходов самозанятого? Если после просмотра этого видео у вас останутся вопросы, то напишите комментарий, мы с радостью вас проконсультируем. Первый вопрос. Может ли самозанятый стать банкротом? В законодательстве о банкротстве не содержится ограничения на банкротство самозанятых. Поэтому любой самозанятый может обратиться в суд или в МФЦ с заявлением о признании его банкротом. Подать документы в суд на банкротство возможно при наличии следующих условий. Первое. Задолженность по обязательствам составляет более 500 тысяч рублей. Второе. Вы не платите по обязательствам более 90 дней. Обратиться в МФЦ для банкротства можно, если самозанятый соответствует следующим критериям. Первое. Размер задолженности суммарно от 50 до 500 тысяч рублей. Второе. Исполнительные производства закрыты, так как у гражданина нет имущества и доходов для погашения долга. Минимум одно дело окончено по части 4 пункта 1 статьи 46 209 ФЗ. А все остальные, естественно, прекращены по любым основаниям и открытых дел Федеральной службы судебных приставов нет. Про банкротство физических лиц через МФЦ у нас есть отдельное видео. Посмотрите его, там все подробно объясняется. Второй вопрос. Какие законодательные особенности банкротства самозанятых? В законодательстве не существует отдельного закона, освещающего процедуру банкротства самозанятых. При банкротстве самозанятого он будет банкротиться как обычное физическое лицо и на него будут действовать те же принципы и ограничения закона о банкротстве. Про последствия банкротства физического лица мы рассказываем вот в этом видео. Посмотрите его перед тем, как решите стать банкротом. Третий вопрос. Можно ли стать самозанятым после банкротства? Гражданин может стать самозанятым после банкротства. В законодательстве не содержится запрета на получение статуса самозанятого после банкротства. Четвертый вопрос. Может ли индивидуальный предприниматель после банкротства стать самозанятым? Когда индивидуальный предприниматель признается несостоятельным, его деятельность ограничивается некоторыми аспектами статуса банкрота. Например, он не может снова регистрироваться в качестве ЭП в течение 5 лет. В связи с массовым банкротством индивидуальных предпринимателей, Минфин письмо номер 47696 разъяснил, что индивидуальные предприниматели, в отношении которых проводилась процедура банкротства, могут стать самозанятыми и зарегистрироваться плательщиком налога на профессиональную деятельность. При этом нужно не нарушать следующие критерии. Не нанимать штат сотрудников. Ваша годовая выручка не должна быть больше 2,4 миллиона рублей. Ваша деятельность не должна быть связана с торговлей, посредническими операциями и добычей полезных ископаемых. Индивидуальный предприниматель банкрот может получить статус самозанятого не только после того, как его объявят банкротом, но и в процессе рассмотрения финансовой несостоятельности ЭП в арбитражном суде. Пятый вопрос. Какие документы подтверждают снижение дохода самозанятого? Такими документами могут быть справка 2 НДФЛ или 3 НДФЛ, выписка из регистра получателей госуслуг в сфере занятости населения о регистрации гражданина в качестве безработного, листок нетрудоспособности, выданный на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на срок не менее одного месяца. Выписка с банковской картой, которую самозанятый человек использует для уплаты налога с дохода. Этот перечень не является исчерпывающим. Фактически ваша задача представить суд как можно больше различных документов, подтверждающих снижение вашего дохода, чтобы показать судье, что вы больше не можете платить по своим долгам. Если вам нужна помощь в банкротстве, то вы можете обратиться к нам. Адрес нашего сайта указан на экране, а ссылка на него размещена в описании и комментариях к этому видео. Обращайтесь к нам, мы поможем вам законно избавиться от долгов.